Наша передача посвящена Это годы театра, но еще, если смотреть более ближе к нам, это посвящено театральному фестивалю «Желанный берег». Десятый раз проводится, хотя мы знаем, что наш фестиваль «Желанный берег» имеет статус международный. И мы проводили фестиваль в разных республиках, в Бурятии, в Хакасии, на Алтае, в Калмыкии. Он имеет масштабность, событийность. И сегодня здесь собрались представители художников, руководители, директора, актеры наших театров. Рад приветствовать вас здесь. Но я хочу представить вам нашего почетного гостя, театрального критика, журналиста с большой буквы, политолога. Человек, который имеет прямое отношение и к нашему фестивалю, и к спектаклю «Желанный голубой берег» мой, имя, которое носит наш фестиваль. Александр Викторович Минкин. Здесь он. Журнальная статья «Театральная жизнь». Апрель 1984 года. Вот эта журнальная статья «Театральная жизнь», как в те времена, театром Якутии попасть на страницы этого журнала, это событие экстраординарное. Это просто не было такого. Это не было такого, впервые. И вот Александр Минкин приезжает в город Якутск. В 1984 году был назначен Хабаровский театральный фестиваль. Всероссийский, не всесоюзный, Всероссийский. Туда надо было отобрать спектакли из разных регионов России. И вот в 1983 году, 1983, Министерство культуры России, РСФСР, посылало критиков в разные места, чтобы выбрать спектакли для этого фестиваля. И мне замминистра культуры РСФСР ставит чёткое задание. В Хабаровске театральные площадки, не оборудованы синхронным переводом, радио не будет. Якутского языка, помимо якутов, никто не знает. Поэтому либо спектакль из русской драмы, либо спектакль якутского музыкального, оперно-балетного и лучший балет. Чтобы без слов. Вот. Хорошо, понятно. Что может быть проще? Я прилетаю в Якутск, начинаю ходить в русскую драму. Спектаклей пять я увидел в русской драме. Стал смотреть музыкальные, оперно-балетные. Ну, это катастрофа. Просто катастрофа. И после первого спектакля уже была неприятность, потому что в антракте я ушёл. Но прежде чем уйти, вот антракт, публика, её там было пять человек, вышла, музыканты ушли, а сидит девочка-скрипачка. В оркестровой яме скрипки сидят у самой рампы. И я подошёл, наклонился к ней. Она грустненькая такая сидит. Я говорю, а как вам духовые? Она посмотрела на меня и говорит, вы знаете, я стараюсь играть как можно громче, чтобы их не слышать. Ну, вот и всё. И вот мой срок командировки подходит к концу. Завтра самолёт. Вечером ко мне в гостиницу приходит молодой парень. Говорит, меня зовут Андрей Борисов, я режиссёр. У меня есть спектакль, ну вот точно для фестиваля. Я говорю, так надо показать. Он говорит, невозможно показать, потому что утонул театр, ушёл в мерзлоту. Хотя декорации мы спасли, костюмы спасли. Я говорю, я не глядя не могу. Уже, извините, ради бога. Покажите хотя бы фрагмент. И Андрею удалось уговорить, по-моему, в музыкальном театре. И вот как я сел в портер, и как эта лодка пронеслась до сих пор. Вот когда я это вспоминаю, мороз по коже, волосы дымом. Боже мой! Невероятное впечатление мгновенное. Вот то, что ей надо. Мгновенно и огромно. Ещё одну сцену показали. До сих пор я помню, как меня это поразило. Когда после этой лодки вышли женщины в меховых одеждах, бесформенных. И так начали танцевать, что у меня глаза на лоб. Я ещё потом Андрею спросил, что это такое? Как это? Он говорит, а ты думал? Ты вообрази, как должна двигаться женщина, чтобы мужчина в минус 50 задумался. Когда я вернулся в Москву и сказал вот этой даме министершии, что вот я выбрал вот этот спектакль на якутском. Она нельзя. Я говорю, клянусь, все всё поймут. Сюжет знают. Клянусь, клянусь, будет успех. Удалось её как-то убедить. И когда она включила спектакль в программу, я писал письмо изо всех сил, убеждая Андрея, умоляю Господом Богом, сократи разговорные сцены. Потому что если критики устанут незнакомую речь слушать, они не просто устанут, они возненавидят, что их мучают. И тогда катастрофа. Сократи ради Бога. Потом бешеный успех. Первая премия за спектакль, за сценографию, за музыку, за актёрское исполнение. Сгребли все призы. В творчестве, в принципе, всё случайно. На самом деле. То, что ты стал талантливым актёром, режиссёром, это случайно же. Закономерностей нет. Поэтому море случайностей, которые привели к тому, что у нас в результате этот спектакль стал лауреатом государства премии СССР. А то, что в результате этого, значит, правительство, государство заинтересовалось в том, что у Саха театра, оказывается, нет здания. Вот сидим мы в здании. Не говоря уже о том, что в культуре, в искусстве произошли огромные сдвиги. В результате, назовём так, вот этой статьи. Эфим Степанов, он играл Кириско. Сейчас он занимается ещё музеем театра. И вот он сохранил вот этот исторический, это первая статья, которая имела, как мы сегодня сказали, взрывное и детонаторное значение для нашей культуры, для нашего театра и так далее, и так далее. Вот не было бы этой статьи, допустим, не было бы, да. Но дипломы спектакля студента Бориса, он бы показали, два раза показали, кстати, да. И на этом всё, диплом спектакля в репертуар же не входит. И всё бы, и тишина была бы. Не было бы вот этих ребят, сценомашинистов, бутафоров, костюмеров, реквизиторов, которые театр-то на гастролях был. Была только Степанида была, да. Ой, я по углу, да. Кстати, она танцевала, она танцевала. И вот увидел это, понимаете, какая вот, какая вот, какая-то удача. Звёзды сошлись, и потрясающая история. Ну и фестиваль называется «Желанный берег». Здесь сидят актёры, которые исполняли вот впервые эти роли. Вот Степанида, она мать кирийская исполняла, Герасим Васильев, он исполнял, значит, Мулгуна. Это Симон Федотов, царство на небесное, он органом. И дом на Уйгурова, она, значит, девчонка, это Музлук, Перставор Сметанин, да. А сейчас играет третье поколение актёров, да. Туяра Ильна, вот скажите, пожалуйста, это чья идея создания такого фестиваля, как «Желанный берег»? Откуда это возник? Вы тогда были начальником отдела... Дело искусств Министерства культуры, но, опять же, продолжая тему Ноздрёва, идея также принадлежала Андрею Савичу. Разговор во время очередной командировки, ехали в машине, обсуждали, как может развиваться театральное искусство в национальных республиках. И ещё произнесли слово «кочевой», поэтому в наименовании его очень такое интересное название «Межрегиональный театральный кочевой фестиваль «Желанный берег». И идея была, что он базируется не в Якутске, а вот в разных городах, учитывая и транспортную схему, и чтобы другие театры поддержать. Ну и ещё, мне кажется, очень важным было, что первоначальная идея была, что собирались театры на фестиваль по определённой теме. Вот я помню, в 2005 году в Улан-Удэ фестиваль был посвящён теме Чингисхана, он так и назывался «Лики Чингисхана». Приехали театры из тюркских республик, из Монголии были, из Бурятии, конечно. Вот мы, Хакасы приехали, Тувинцы приехали, и вот такое разнообразие спектаклей, программ там было очень-очень интересным. И в то же время там вообще супер-супер премьера нашего спектакля состоялась в этом ЛВРЗ, который заброшенный дом культуры, его отогревали. И там была вот, как раз происходила та атмосфера, о которой вы говорите, люди не дышали, сидели в холоде, и там произошло вот чудо создания спектакля. Пётр Труханович, Неренгринский театр актёра и кукол. Вот вы когда стали номинартом «Седьмой ангел?» По статуэтке есть у меня стоит. Что привезли? Сейчас мы привезли два спектакля «Детский», «Гулливер» Александр Иванов поставил, ну и спектакль по пьесе Флориды Балякова «Любишь, не любишь», драматический. А премия, она сделана очень интересно. Лодка, в которой сидит четыре человека, она двигается. Миринский театр, господин Шаманаев, директор Миринского театра. Мы привезли в этом году спектакль «Камень» в постановке режиссёра Санкт-Петербурга. В прошлом году мы взяли лучший спектакль фестиваля за спектакль «Спасти камеры Юнкера Пушкина». Я в главной роли был. Ну, дали лучший спектакль. Радостно. Это победа, причём такая достаточно серьёзная. Тем более, что учитывая, что мы всё-таки, наверное, самый молодой театр в Якутии. Благодаря Андрею Юсавичу вот этот момент рождения, да, рождения театра именно вот на такой, ну, достаточно вот отдалённой, что называется даже по якутским меркам, точки. Что такое город Мирный, который в 1200 километрах от Якутска находится, да. Ну, и при этом мы уже участники разных, в том числе и международных фестивалей. «Белая вежа» — это «Золотой лев» из Львова. Когда мы приезжаем работать на какие-то площадки России, и на нас смотрят, знаем, вот вы из Якутии, да, вот вы из Якутии, знаем, знаем, да. И о желанном береге говорят очень многие, но достаточно, значит, взрослые, именитые люди, когда заходит разговор именно о Якутии, сразу вспоминают «Желанный берег мой». То же самое в Москве, в любом театральном институте. Из Якутии, да, да, знаем, знаем, знаем. И вот, Андрей Исаевич, хочу попенять, конечно, в этом отношении. Приходится бороться не только вот с теми спектаклями на фестивале, если вдруг какой-то там подарочный фонд присутствует, но и с вашим именем тоже, потому что, ну, надо быть достойным, не хуже, как минимум. Вот театр народов Севера. Вы тоже участвуете на фестивале? Да, мы в этом году участвуем. Какой спектакль у вас? Кустук Николая Лугинова, ну, у нас на якутском языке идет, вот, автору понравилось. Два года тому назад тоже участвовали со спектаклем Николая Курилова «О чем поешь в ночи белая волчица». Мы говорим на пяти языках, это очень трудно. Все вот другие, вот, кроме вот нашего народа, да, вот, кто проживает у нас в республике, говорят, ваши спектакли очень даже понятные. У нас меньше слов, больше пластики, представители малочисленных народов Севера. Маститый критик, критик еще середины прошлого века, так, да? Прошлого тысячелетия. Прошлого тысячелетия. И молодой современный человек, который, значит, смотрит спектакль, вас приветствуем. От имени республики, от имени всех деятелей театра, наших театров, от себя лично, мы вас приветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, скажите, Желанный берег, наверное, не смотрели, не видели? Нет, я вообще первый раз в Якутии. Сколько лет Желаную берегу? 38. 38 лет. В это время где вы были? В планах. Я был в планах. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а представьте себе, этот спектакль живет, и вот недавно этот спектакль был на берегу Охотского моря, откуда он родом, впервые. Он, как сказал Владимир Санги, Владимир Санги является автором сюжета, он Ченгиза Итматова подарил. И когда мы с ним встретили, он сказал так, пеги, пес, объездив много стран, устав от славы, вернулся к своим родным берегам, сказал. То есть от Охотского моря до Балтийского моря наш Желанный берег. Театральный фестиваль Желанный берег, он что-то дает, зачем он нужен? Искать все больше и больше наших Желанных берегов, чтобы открывать все новое. Приезжают люди на Желанный берег, Нюрбинский театр приезжает на Желанный берег. Мы ездили в Элисту на Желанный берег. Для чего нужен Желанный берег? Чтобы было куда приехать, чтобы открывать новые берега, чтобы мы могли друг у друга учиться. Наши театры, наши 11 профессиональных театров. Карту же сделали из Желанного берега, да? Карту из Желанного берега. И оказалось, что правда вся Россия, то есть в самом названии, само название имеет политический смысл. Поскольку, ну вы же понимаете, что когда спрошь молодого человека, будет ли он жить в России. Около 40 с чем-то процентов, оказывается, они не хотят, они хотят уехать. И когда вдруг создается такой имидж Желанных берегов через театр, мне кажется, это имеет глубокий такой духовный и геополитический смысл. Помните, Андрей Сеевич, мы нарисовали Желанный берег, карту России, и так получилось, что, вот карта России, и на фоне мы поставили как наш каяк. И получилось так, что все мы в одной лодке, все мы в одной лодке, все мы живем в России, да? Вот так. И тоже есть кормчий, есть люди новые, которые только пришли и стоят, первый раз вышли на море, чтобы найти свой Желанный берег. Начали, вот с Охотского моря взяли благословение у Санги и вышли бороздить просторы мирового пространства театрального. Все мы в одной лодке. На самом деле, Олан Хо театр – это самое занятное из того, что я тут успел увидеть, потому что я не так много езжу на самом деле по России и могу чего-то не знать. Но, насколько мне известно, это первый раз, когда возникает театральный язык не на основе русской традиции, не на основе западной традиции, а на основе какой-то локальной традиции, о которой я, например, совершенно ничего не знал. И это какой-то абсолютно незнакомый театральный формат, который мне на самом деле даже сложно анализировать, потому что я смотрю в спектакль, вижу какую-то интонацию, какой-то жест. И я не знаю, как к этому относиться, потому что я воспринимаю это как правило жанра. Вы очень удобно устроились, потому что вас очень сложно ругать, потому что все, что происходит в театре Олан Хо воспринимается как правило. В общем, дико любопытные. Один – это что-то в духе фильма «Тор Рагнарёк», такая стилизованная мифология. Второй – тоже невероятно стильный и классный, и с очень правильной мерой условности про вот эти портреты якутских женщин. Я, в общем, очень впечатлен вашим театром. Если Александр Минкин стоял у истоков нового взлёта театрального искусства, даже, можно сказать, начала эпического театра в Якутии тогда, то вы попали, оказывается, вовремя пришли. В общем, я, конечно, слышал это название, и в Москве многие вас знают, и Руднев про вас всё время пишет. Так что ничего я тут всего… Я тут ничего не открою, к сожалению, всё уже открыли. Нет, ещё не открыто. Эстетика театра Латхо ещё не создана, но я страшно критикую этот спектакль, значит, я не прав. Как учитель вы должны всё равно критиковать, наверное, учеников своих? Критиковать, обучать? А мне казалось, что у этого спектакля не слишком серьёзный какой-то. Я-то Латхо так фундаментально должен узнать, чтобы клюква такая была, понимаешь? А вдруг, значит… Сама постановка эта, да, она адресована именно молодёжи нынешнего поколения. В нашей республике два фестиваля, театральных фестиваля. В прошлом году провели десятый, тоже юбилейный фестиваль САТА, который проходил у нас в Нюрбе. В этом фестивале мы показали два спектакля – Марба Кюнде и «Человек», который поставила наша молодой режиссёр Маргарита Васильева. Юра Макаров – мастер, а вы Маргарита, да? А «Человек» – это чья пьеса? Это не пьеса, это пластическая фантазия, вдохновлённая поэмой Максима Горького «Человек». Ну, как любой молодой человек, мне очень интересно, для чего мы вообще созданы, в чём суть нашей жизни, ну, копание в себе и что у нас внутри. И это открывает, конечно, Зигмунд Фрейд «Теория личности». Ну, как-то вот, пофантазировала. Это не пьеса, да? Не пьеса. Нет, это фантазия. Это как сон. Это как бы вы автор этого спектакля. Это гастрольный театр, передвижной театр. Передвижной театр, и он был создан на основе студии, театральной студии Шепкинского театрального института, откуда мы все родом. Мы же родом из русской театральной школы. Вот даже в своё время, когда вот впервые этот спектакль был показан, «Желанный берег» был показан на Хабаровске, Смирнов-Несвицкий очень уважает критика, он сказал, «Театр работает в лучших традициях русской театральной школы МХАТа», сказал. Вот интересный момент, да? Вот мы, пройдя через школу, великую русскую театральную школу, но создали вот театр Алан-Хо. Это совсем другая эстетика, другое направление. Это больше похоже на театр Ноя или Кабуки, чем на Малый или МХАТ. Вы движетесь от русской школы куда-то на восток. Мне кажется, это правильно, потому что русского театра много, а вот такого не было раньше. Устами молодого человека истина гласит. Театральное искусство народа Саха началось с чего? С Алан-Хо. С Алан-Хо. Первый спектакль театра, Саха-театра, это Алан-Хо был. В 1906 году. Мы, пройдя через русскую театральную школу и обретая европейский театр, через русский театр, мы возвращаемся к восточному азиатскому театру. По-моему, с Америки это пошло, но одно из таких новых театральных, относительно новых явлений в мировом театре, это даже не в театре, а в исполнительских искусствах, это просто искусство рассказывать истории. Без сценографии, без вообще какого-то пространственного измерения, просто люди стараются увлекательно рассказать историю. И получается, что вы родоначальники этого жанра, потому что у вас это очень древняя традиция, насколько мне известно. Супер, вот то, что я был поражен, как раз вот 36 лет назад, здесь впервые, ожидая, когда покажут фрагмент, я услышал от своего собеседника, от Якуты, что такое Алан-Хо, вообще ничего такого не знал, вообще никогда не знал, не слышал. И он рассказывал, что Алан-Хосуд рассказывал какую-то историю, а люди сидели, сутками его слушали. Причем один Алан-Хосуд мог эту историю рассказать за 5 часов, предположим, а другой рассказывал 2 дня. То есть зависел рассказ от того, какими ты насыщаешь эту историю подробностями, деталями, всем-всем-всем-всем. И вот он и говорит, что вы, все другие, не якуты, вы даже не понимаете, что когда Алан-Хосуд рассказывает, то слушатели, они не просто слышат, они видят. Потому что якутский язык создает зрительные образы, и человек просто видит то, о чем рассказывает, вот эту кровь льющуюся или порывы ветра слышит. Я был поражен. Как же я позавидовал, Боже ты мой милостивый, как я позавидовал, что у нас нет языка, который бы мы видели, когда рассказчик рассказывает. Участвуют на нашей передаче Александр Минкин и Антон Хитров. Молодое поколение и поколение еще с наших времен. И мы вдруг начинаем открывать какие-то новые горизонты, новые берега желанные театральным искусствам. Нам выпала такая честь открыть театральный марафон. Когда мы запели, у нас было хоровое исполнение. И Таюк, он настолько прекрасен и прямо захватывает, заполняет все пространство. И всем зрителям это очень понравилось. Все были очень воодушевлены, удивлены, насколько же он может проникать глубоко в душу и пронизывать все до самой крайней струнки души. Прекрасно. Хочу поздравить вас с происходящим годом театра, с десятилетиям нашего театрального фестиваля «Желанный берег». Пожелаю, чтобы каждый участник этого фестиваля своими спектаклями победил и получил такой приз. Простой, простой на первый взгляд. И правильно сказал представитель театральный деятель – все мы в одной лодке, и у нас одна судьба. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ